Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. И сегодня мы будем читать 12 главу этой книги. В этой главе рассказывается о том, как пророк Божий Самуил как бы подводит итог своей жизни и пытается снять комплекс вины с еврейского народа за то, что они настояли на том, чтобы был поставлен над ними царь, подобно тем царям, которые были у других, то есть у языческих народов. И мы читаем с первого стиха и ниже. И сказал Самуил всему Израилю, вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил вам царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами, я же ходил пред вами от юности моей до сего дня. Вот я свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам. Итак, Самуил, этот пророк Божий, понимает, что быть лидером в народе Божьем, это не означает быть некой такой неподвижной единицей, а надо перемещаться именно с места на место. И он подчеркивает то, что вот он всю жизнь ходил из одного селения в другое, вершил суды, а теперь у них есть царь, молодой человек, который должен совершать такое же служение. То лицо, которое занимает положение в народе Божьем, который руководит народом Божьим, к нему должны предъявляться очень строгие нормы, которых он должен придерживаться во всем. И давайте посмотрим, что об этом говорится в первом послании к Тимофею, третья глава, с первого стиха и ниже. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудренен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не имеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь добрые свидетельства от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Так в Новом Завете говорится о тех требованиях, которые предъявляются первым лицам в Церкви. Далее говорится о деканах. Это как бы младшее священническое звено, но к ним тоже предъявляются требования. Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надо бы нам прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать дослужение. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Вот здесь мы видим как бы общую деталь. Служитель в народе Божьем, он должен управлять хорошо своим домом, то есть являть пример такой собранности, цельности, чтобы можно было бы судить о нем. Действительно, вот он может занимать такое положение в общине народа Божьего, или ему показалось, что он может занимать такое положение. Самуил как бы передает эстафету царю Саулу. Теперь Саул будет вершить суды Божьи, должен вершить суды Божьи. Теперь Саул воспринимает всю полноту власти, что является полнотой ответственности не только перед людьми, но и перед Богом за веренный его попечению народ. Итак, он спрашивает. «У кого взял я вала? У кого взял осла? Кого обидел и кого притеснил? У кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои?» То есть он становится на суд перед людьми и готов отвечать. Однажды мне приходилось общаться с одним старобрядческим епископом, очень крупное лицо, в Белокоренитском согласии, и он, подчеркивая как бы достоинство патриархального уклада жизни, сказал, «У нас соборность осуществляется как?» Вот если нашим верующим мужикам что-то не понравилось, я не то сказал на службе, или как-то общий обряд там немножко был нарушен, то они имеют право ко мне подойти после службы и сказать, «Ну-ка, Владыка, сядь-ка с нами, мы сейчас тебя покритикуем». И он обязан садиться с ними и давать отчет перед ними, этими простыми прихожанами, обычными русскими людьми, а почему-то он сказал такую фразу, почему-то он богослужение повел вот таким образом, а не иным. И этот человек рассказывал об этом с чувством собственного достоинства. Примерство обрядов, он для нас по-своему дорог, потому что они доносят до нас идеалы средневековой Руси в ее понимании соборности. И действительно, каждый политический лидер, каждый религиозный лидер, он всегда должен быть готовым встать на суд и выслушать все те претензии, которые ему предъявляют. И вот пророк Божий Самуила озвучил свое отношение к этой ситуации, он задал вопрос, кто может его обвинить и в чем, и отвечали, то есть народ отвечал, ты не обижал нас и не притеснял нас и ничего ни у кого не взял. Народ не может выдвинуть никакого обвинения против Самуила. После этого, почитаем, и сказал он им, теперь Самуил опять обращается к ним, свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его, помазанник его, это царь, все день, что вы не нашли ничего за мною. Вот это очень важно, друзья, когда никто ничего не может найти за нами. Как сказано в Писании, никому не будьте что-то должны, кроме взаимной христианской любви. И учитель церкви Ирине Леонский, священно-мученик, в своем трактате против ереси пишет, «Таким же образом и Самуил, столь много лет судивший народ и управляющий Израилем, без всякого возношения в конце, то есть в конце своего служения, очистил себя. Так же и апостол Павел, имея чистую совесть, говорил коринфянам, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. А так же мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корость». Пророк Божий Самуил – это образец религиозного лидера, который способен возвыситься над своим самомнением и встать на суд народа Божия, чтобы выслушать все претензии, которые кто-то может только иметь на него. И далее мы читаем. «И сказали свидетель». Тогда Самуил сказал народу «Свидетель Господь». Давайте вспомним диалог. Значит, сначала он говорит им «Свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его в сей день», то есть царь, «что вы не нашли ничего за мной». И народ отвечает «свидетель». То есть Господь – свидетель, помазанник, и никто из людей ничего ему не высказал. Тогда Самуил сказал народу «Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской». Вот здесь Пророк Самуил приводит в пример Моисея и Аарона. Вот чем известен Моисей? У Моисея было очень обострено чувство справедливости. Давайте вспомним, когда Моисею исполнилось 40 лет, он вышел из дворца и увидел, что египтянин избивает еврея. Он сразу вступается за еврея, убивает египтянина. На следующий день он опять выходит из дворца, видит, два еврея ругаются. Он сразу вступается в этот разговор. И далее, когда мы видим Моисея уже в изгнании, он увидел, что к дочерям моавитского священника плохо относились люди, когда те подходили к колодцу. Он за них тоже вступается. То есть у лидера политического и религиозного, а книги царей, это, кстати, школа теократического служения для каждого политика и религиозного деятеля. У подлинного лидера должно быть очень обострено чувство справедливости и резкая реакция на любую несправедливость. И вот те уроки, которые нам предъявляются в этой книге, они очень важны. Мы должны их выучить. Аарон известен тем, что он во всем был послушен Моисею. И так Самуил приводит двух этих служителей в пример. Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Святитель Анатолий Златоуста однажды сказал, Бог не всех рукополагает, то есть не всех ставит на священство, но через всех действует. Далее. «Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал Он, то есть Господь, вам и Отцам вашим. Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте всем». Действительно, сначала переселение евреев в Египет было вполне добровольное, но потом, когда сменились правители Египта и появилась уже другая династия, изменилось отношение к евреям. Их начали порабощать и угнетать. И тогда этот народ возопил Господу, и Господь сразу откликнулся на их беду. «И Бог послал им двух удивительных людей, Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших, говорит Самуил, из Египта, и поселили их на месте всем, то есть в этой благословенной земле Эрец Исруэль. «Но они, то есть народ, забыли Господа Бога своего, и он предал их в руки Сесары, военачальника Сорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Мавицкого, которые воевали против них». Вот почему Господь попускает в Святой Руси то под татаро-монгольским игом находиться, то там печенеги все время нападали, то польское нашествие в период смутного времени, то нашествие Наполеона, нашествие Гитлера и так далее, и так далее, безбожное управление. Все это Господь попускает именно тогда, когда мы уклоняемся от путей Господних. Чтобы как бы обеспечить нам некую встряску, Господь посылает нам такие испытания, искушения, может быть, мы придем в себя. И известно, что были два святых в нашей Церкви, это Ефросиния Полоцкая, и Святой Праведный Анкараштадский. Вот что общего у этих святых? Ефросиния Полоцкая предсказала нашествие татаро-монголов на Русь. Ее служение заключалось в том, что она мирила русских князей друг с другом, князей Руси. Но они не всегда соглашались с ее точкой зрения, и потом переходили опять к враждебным действиям, один по отношению к другому. И тогда она сказала, Бог нашлет на Русь народ, языка которых мы понимать не будем. Этот народ будет жестокий. И Святой Праведный Отец наш Иоанн Кронштадтский, он предупредил, прежде всего, российское дворянство, что так как они, можно сказать, соль наций, дворяне, извратили заповеди Божьи, предавались поклонения всему западному, перестали быть русскими и по воспитанию, и по образованию, и стали вести такой образ жизни, что народ соблазнился через их образ жизни. Иоанн Кронштадтский сказал, никого здесь не останется. Великая будет разруха во всей земле, потому что именно верхний эшелон власти, политическая элита, военно-политическая элита, дворяне, они вели себя совершенно неправильно, и народ во многих случаях подражал им в их этих всяких чудательствах. Таким образом, мы видим, что в каждом поколении есть святые и праведные, которые нас предупреждают. Но готовы ли мы расслышать эти предупреждения, вот Самуил, право Божий, это был такой человек, который предупреждал. Далее, 10 стих и ниже. Но когда они возопили Господу, то есть народ, который был под захватнической властью, здесь речь Самуила продолжается, «Но когда они взопили Господу и сказали, согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалом и Астартом, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе». То есть нашествие происходит на нашу землю в связи с тем, что мы уклоняемся от служения Богу и начинаем служить разным идолам и стуканам. Как я часто объясняю, идолы современной Руси это доллар, евро, секс, спорт, это какие-то зрелища всевозможные, кривляющиеся на сценах всякие музыканты. И Господь всегда наказывает свой народ, кстати, со своего народа Господь всегда спрашивает значительно строже, чем с посторонних. Поэтому не надо удивляться, что православный мир все время как бы под нещадящим оком Господнем. В том смысле, что Господь посылает нам и серьезные какие-то военные потрясения, социальные потрясения. Вот сейчас мы переживаем период такой социальной смуты. И когда народ начинал каяться, Самуил продолжает свою речь, тогда Господь послал Ира Ваала, Иварака, Ифая, и Самуила и избавил вас от руки врагов ваших, окружающих вас, и вы жили безопасно. Вот в каком случае Господь посылает нам таких освободителей? Как один мужчина пришел в храм, пожилой человек, и он спросил, а где же сейчас преподобные Сергия, где сейчас такие люди, как благоверный князь Дмитрий Донской, Александр Невский, где Суворовы, оказывается, такие люди посылаются от Господа как ответ на наше покаяние. А если мы не переживаем покаяние, то Господь не организует таких людей, чтобы они пришли к нам на помощь. Правда, другой старец сказал очень интересную мысль, озвучил, что как раз в грехе абортирования бесы как бы наблюдают за генетическими особенностями того или иного рода. Вот как раз тех матерей, которые могут родить благочестивых людей, демоны, через всяких там врачей, кого-то еще подбивают этих матерей к греху аборта. Тогда Господь послал Ирваала, Иварака, Иефае, Исамуила, он превоскупляет самого себя, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. И далее. «Но увидев, что наас царь Аммонитский идет против вас, вы сказали мне, нет, царь пусть царствует над нами, так как Господь Бог ваш, царь ваш». Самуил как бы говорит, а зачем вы так сказали? Нет, царь пусть царствует над нами, в то время, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш, а действительно, зачем он какой-то еще царь, кроме царя царей. И Библия говорится о том, что Господь это действительно подлинный владыка над всем миром. И одно из имен Господа это Адонай. Что значит Адонай? Есть такое древнее предание о том, что Адам, который давал имена всем тварям, всем животным, когда он завершил это дело, то Господь спросил Адама, «Адам, а как ты меня назовешь?» И Адам сказал, «Ты Адонай». Адонай это господин, хозяин, как в славяно-русском языке, «Господин» производный от Господь, так и в еврейском «Адоним» это человек, «Господин», «Адонай» это Господь Бог. И когда люди находятся под прямым управлением Бога, это великое благо. А когда они уклоняются от прямого Божьего управления, принципов теократии, ставят над собой разных правителей, это всегда делается с одной целью. Любому правителю, человеку, легко закрыть его глаза с помощью подарка, а откровенно говоря, с помощью взятки. И Самуил продолжает свою речь. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Ну, на самом деле мы знаем, что Господь попустил им, чтобы над ним был этот царь. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать глаза Его, и не станете противиться повелением Господа, то будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, то рука Господня не будет против вас. А если не будете слушать глаза Господа и станете противиться повелением Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатвали пшеницы ныне, но я воззову Господа Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. то есть какое-то было время, сказано, не жатвали пшеницы ныне, то есть это была Пятидесятница, 50 дней после еврейского Песоха, Пасхи, когда жатва, пшеница, она действительно колосится, и она ждет серпа. и пророк Божий Самуил, он хочет показать им некое знамение, чтобы они поняли, что на самом-то деле есть один правитель в этом мире, это Господь, который оберегает и еврейский народ, и их царя, как он сказал, и вы, и ваш царь будете живы, если Господь примет такое решение. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. Вот эта фраза от Господа и Самуила, она указывает на то, что гнев Божий проявляется и честь служителей Божьих, которые выполняют волю Бога в народе, и когда видят упрямство народа, они иногда как бы устраняются и говорят, Господи, Ты сам вразумляй их. Ну, а когда уж начинаются суды Божия, здесь страх объемлет буквально всех. И сказал весь народ Самуилу, то есть испугавшись, помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. Действительно, это было их легкомысленное решение, когда они просили себе царя. И давайте посмотрим, что пишет блаженный Ироним. Это его трактат на псалмы. То же, что совершал Моисей, делал и Самуил. Моисей воспротивился Богу и удерживал его от того, чтобы уничтожить народ. Когда Бог ему говорил, «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них и истреблю их». Смотрите на силу Моисея. Что же Бог говорит ему? «Оставь меня, ты стесняешь меня, молитвы твои словно сдерживают меня, мольбы твои притыкают руку мою, я посылаю стрелу, я метаю копье, но молитвы твои защищают народ». То есть великое назначение любого лидера и политического и религиозного защищает свой народ. И вот люди это почувствовали, они осознали свою ошибку, что они спешили с выбором царя и просят помощи у Самуила, то есть у того, который своими молитвами может переменить божественный гнев на милость. И отвечал Самуил народу, не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем. Действительно, мы боимся, когда мы оказываемся в состоянии греха. И здесь нам предлагается некий урок, да, грех есть грех, но даже при этом человек не должен отступать от Господа и продолжать выполнять свое служение насколько только возможно. И не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Позже апостол Павел повторяет эту мысль, когда говорит, что идол в этом мире ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. Проблема евреев в этом решении поставить над собой царя, она заключалась и в том, что царь стал неким идолом. Не только религиозное лицо, какой-нибудь иерарх может стать идолом, который будет заслонять свои митры Господа, но чаще политические лидеры становятся такими идолами и стуканами, которые мешают людям всецело возложить свою надежду на создателя. Религиозный лидер, каким бы неуклюжим он бы не был, он все равно все-таки знает закон Божий и он знает в какой момент ему надо как бы сам устраниться, то есть предоставить возможность Господу и видеть свою славу среди своего народа. Люди светские не знают этого. Иногда они, проявляя инициативу, проявляют ее таким образом, что они мешают людям распознать волю Бога, которая проявляется в какой-то изоляции, которую люди могут переживать в социальных потрясениях, в эпидемиях, в военных конфликтах и так далее. Потому что задача любого политического лидера переложить вину на другого политического лидера, если не в своей стране, то в соседней стране. И пророк Самуил говорит, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. А как это связано, Господь не оставит верующих ради великого имени своего. Дело в том, что многие имена, которые носили евреи в то время, они имели в себе частицы, буквенные частицы от разных имен Бога. А если говорить о народе христианском, мы все носим это имя, христиане это значит христовы. И только ради этого Господь не оставит нас. Эту мысль передает Прок Самуил. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Он считает, что великий грех пережить разочарование в народе Божьем. Помните Эля-Мелеха мужа Руфи, который пережил разочарование в народе Божьем и ушел жить в поля Мавицкие, где и лег костями. Самуил это другой человек, это человек, который, даже передав часть своих полномочий царю, он понимает, какая серьезная ответственность лежит на нем за весь народ, особенно, когда он будет совершать молитвенное возношение пред Богом за весь Израиль. И он здесь и говорит, что он не прекратит молиться. Я также не допущу себе греха пред Господом, он видит в этом грех, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый прямой, только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете. Почему рухнула Российская империя? Почему царь его семья они были расстреляны? Потому что народ делал зло и он не приносил покаяния перед Создателем и народ потерпел великий кризис ужаса гражданской войны и царь погиб. Святитель Иоанн Залтоуст в своих гамильях на послании к римлянам пишет «Кто любит Христа тот любит и стадо его Так и Давид взошел на царство прежде явив любовь к людям еще в юности он так скорбел о народе что и душу свою готов был отдать когда умертвил иноплеменника то есть Голиафа и Самуил то есть пророк Самуил отличался сильной любовью потому и говорил «И я также не допущу себе греха чтобы перестать молиться за вас Господу» так или вернее гораздо более и Павел сгорал любовью ко всем подвластным ему а кстати любовь Павла например к собственному народу еврейскому народу она была столь велика что однажды он воскликнул ради сродников по плоти я сам готов быть отлученным от Христа то есть Павел готов был сойти в ад и вечно находиться в аде только чтобы родные по плоти обрели путь спасения в рай сладости во Христе и со Христом это такая не эгоистическая сатириология когда человек пробивается к спасению расталкивая всех и вся потому что мера того как мы относимся к другим и окажется мерой того как Бог отнесется к нам Григорий Великий Папа Римский в своих гамильях на Евангелии писал почему Моисей и Самуил из прочих отцов предпочтительны опять видите на Самуила ссылка как и у Златоуста в отношении вопрошаний если только не потому что эти двое мужей во всей истории Ветхого Завета как сообщается молились искренно даже за врагов своих одного из них народ забрасывает камнями а он взывает за них Господу это вспомните книгу Исход 17.4 там хотели побить камнями другого то есть Самуила а лишили роли вождя но он когда просили его молиться за народ утверждал и я также не допущу себе греха пред Господом чтобы перестать молиться за вас то есть получается что когда мы отказываемся за кого-то молиться это грех и когда мы перестаем кого-то обучать Слову Божию это тоже грех если наша функция преподавать Слово Божие так апостол Павел об этом рассказывается в книге Деяния Святых Апостолов оканчивая свою миссию в одном месте сказал ничьей крови на мне нет я проповедовал где только мог оказывается когда священнослужитель не проповедует он как человек убийца который проливает кровь а тот который проповедует он как добрый самарянин который перевязывает раны и останавливает течение крови миссия разогнать миссия миссия Продолжение следует...